МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, дорогие зрители канала. Горячий интерес к холодному оружию. Вы видите перед собой в несколько необычной обстановке Муртазали Гаджиева. Добрый день. Добрый, добрый. Мы разговариваем с Муртазали в Дербенте. Муртазали является доктором наук, исторических профессоров, человеком, который занимается археологией Дербента, как основным своим научным направлением. Мы рассказывали вам о ранней истории Дербента, и сейчас мы продолжаем, будем разговаривать о военной истории Дербента и о тех оружейных комплексах, которые были у тех народов, которые либо здесь жили, либо сюда приходили. В прошлый раз мы закончили на появлении тюрк, и на появление нового оружейного комплекса, который включал в себя тремена и саблю, то, что дало преимущество этим народам в военных действиях по отношению к другим народам. Что было после этого? Следующая страница военно-политической истории Дербента связана, конечно, с арабскими завоеваниями, в данном случае арабскими завоеваниями на Восточном Кавказе. Огромная держава, арабский халифат, первые отряды арабов, предводительствуемые известными полководцами Суракой ибн Амрам и Абдурахманом ибн Рабия и его братом Салманом, появились у стен Дербента в 642 году. Здесь еще руководил городом и этой, скажем так, погранзоны на северной границе Иранской империи представитель знатного рода иранского Шахар Варазов. И он вступил в переговоры с арабским полководцем. Очень интересные переговоры. О них нам сообщает автор Мухаммад Ат-Табари. И в результате этих переговоров с разрешения халифа Умара, полководец, который руководил арабскими войсками, Сурака ибн Амр, от имени халифа, заключил с народом Дербента, или, как арабские авторы сообщают, народом Албаба, договор, который включал несколько пунктов. Это сохранение жизни, сохранение имущества, сохранение религиозных общин города и отмена налогов. Именно Хараджа и Джизи вместо налогов им в обязанность менялась помощь арабским войскам, содействие им, расквартирование и защита границы. То есть в данной ситуации арабы вступили с данным городом, с Дербентом, в общем-то, с одной стороны, очень лояльно к нему отнеслись, потому что мы знаем арабские завоевания. Как правило, там шла речь об обращении в исламскую веру населения. Если оно не обращалось, то тогда на него накладывалось определенные финансовые обременения и правовые обременения. Здесь мы видим совершенно другое. Видимо, эта точка, этот город был для арабов очень ценным. Безусловно. Ну, говоря современным языком, как и сасаниды, которые проводили здесь определенную политику веры и терпимости, так и арабы понимали геополитическое значение Дербента, его военно-стратегическое значение, торгово-ремесленное значение, как центра на Прикаспийском пути. И само арабское название подчеркивает эту роль Дербента. Арабы... Ну, Дербент – это персидское название, и оно было дано этому городу в правлении Хасрова Анушервана, который фактически построил новый город с его оборонительными стенами, которые мы видим, и которые сохранились до сих пор. А арабы назвали этот город Баба-Ля-Баб, то есть ворота-ворот. Персидское название Дербант – это узел ворот, можно так перевести. И вот в арабском названии как раз подчеркнуто значение этого города. Ну, нужно сказать, что это только первое появление арабов 642-й год, а с 642-го по 651-й год арабы совершили сюда пять крупномасштабных экспедиций. Военных? Да, конечно же, военных, на Восточный Кавказ, и одной из целей у которых было закрепиться именно в Дербенте, сделать его исламским, арабским оплотом. Ну, нужно сказать, это и начало арабо-хазарских войн. С севера арабский, хазарский Каганат, образовавшийся молодое, сильное государство, которое противостояло, значит, арабскому халифату и его экспансии на север. Арабы, конечно, стремились не только, скажем, подчинить эти территории, вот, включить их в состав арабского халифата, но и одна из целей – это распространение ислама. Ну, это их основная цель, это их миссия. Вот, естественно. И нужно сказать, что сюда направлялись лучшие, одни из лучших полководцев арабов. Это и Маслама, это и Мирван, будущий халиф Маслама, это брат халифа, то есть самые высокопоставленные люди халифата. Закрепиться окончательно арабам в Дербенте удалось только в 720-х годах. После серии походов и серии поражений, которые они нанесли хазарскому Каганату. То есть они шли на Хазар, при этом Дербент был их союзником, правильно я понимаю? Или они брали Дербент? Ну, судя по самым первым переговорам, да, Дербент заключил с ними договор, но в дальнейшем это были завоевания Дербента. Это были завоевания Дербента, с одной стороны, и стремление хазарского Каганата подчинить Дербент и Кавказскую Албанию. Здесь был очень сложный клубок политических интересов. И весь Южный Кавказ, Армения, Грузия, Кавказская Албания, они были вплетены в эти политические события. И, скажем так, три крупнейших державы того времени, они боролись за эти земли, в частности, за Кавказскую Албанию. Это и арабский халифат, это и Византия, походы императора Ираклия II, его полководцев, в 620-х годах, и, с другой стороны, хазарский Каганат. И арабы, как и до них иранцы, они проводили не только военную и экономическую политику, но и миграционную политику. Сюда было переселено огромное количество воинов с их семьями самых различных областей арабского халифата, Палестина, Джазира, Холмс и так далее, и так далее. И даже квартальное деление Дербента на кварталы, или по-арабски Махала, оно сохранилось и до ныне. То, что мы называем магалы старой части Дербента, но ныне существует 9 магалов, при арабах было 6 таких, 7 таких кварталов, которые были названы по жителям, которые были размещены в них, и в этих кварталах, и в каждом квартале строилась квартальная мечеть, и помимо этого центральная мечеть Джума-мечеть, которая существует и поныне, функционирует и поныне. Но помимо этого, значит, арабы активно использовали в своем противостоянии и в своем продвижении на север и систему горной стены. То есть форты и вдоль фортов возникали поселения или существовавшие поселения, там также расквартировывались гарнизоны, семьи, которым выделялись земельные наделы, и которые могли обеспечивать себе жизнь. Причем делалось это с таким расчетом, чтобы были наименьшие затраты для центрального правительства финансовой в обеспечении войск, в обеспечении этого большого количества переселенцев, несколько десятков тысяч. На это была направлена и политика. Помимо войн с хазарами, арабы в 620-х, 630-х годах предпринимали рейды и в горы Дагестана с целью починить местных правителей феодальных. Но сначала это были территории Южного Дагестана, а дальше уже и к северу, в горы и от Дербента. То есть Дербент стал такой пограничной зоной, по-арабски говоря, к югу от Дербента. Это Дар-Аль-Ислам, территория Ислама, или иначе территория мира, территория договора. А к северу это была территория по-арабски Дар-Аль-Харб, территория войны. И даже центральные ворота северной городской стены Дербента, они получили название Баба-ль-Джихад, ворота священной войны, ворота Джихада, откуда войска выходили и двигались Дарья на север. Это и Семендер, это и Белин-Джер, и вплоть до Албайды, один из центров хазарского каганата, точно так же, как и названные мной Семендер и Белин-Джер. И очень кровопролитные войны были, в частности, у Белин-Джера, когда погибло очень, 4 тысячи по письменным источникам, 4 тысячи арабских воинов, в том числе и сподвижники пророка Мухаммада, Ансары, тоже погибли там, и, как полагают, по письменным источникам, погибли и вот полководцы, братья Абдурахман и Салман ибн Рабия Албахили. То есть здесь происходили довольно кровопролитные события. О хазарском вооружении, скажем так, или вооружении, точнее, будет говорить, хазарского каганата мы хорошо знаем и по письменным источникам, и по тем графическим реконструкциям, которые делают специалисты. Это конные воины, вооруженные саблями, копьями, щитами, булавами и так далее. Ну, хазарские сабли, они в большом количестве находятся даже просто в полях, в чем достаточно хорошем состоянии. Это не является редкостью, скажем вот так. То есть их, ну, их очень много. Да, и немало литературы, не только о саблях, но и в целом о хазарском вооружении. Отчасти мы можем судить. В прошлой передаче я говорил вам о саблях, обнаруженных при раскопках в Верхнечерюртовском курганном могильнике. Это как раз и время, и территория хазарского каганата. И вот мы тоже об этом вооружении можем судить по этим находкам. Вот это им, опять-таки, сложносоставные луки с массивными, крупными трехперыми стрелами и так далее. Хуже мы можем... Не хуже, а даже мы очень плохо знаем о арабском вооружении. Потому что мы его практически не находим. Ну, вот, да, причем там же еще интересно с арабским вооружением, то, что там существуют какие-то легендарные вещи, да, то есть то же самое зульфакар. Да, сабля с двумя лезвиями, да. Да, вот, например, да, вот, то есть что это такое, мы не знаем. Вот, хотелось бы... Ну, судя по поздним репликам, мы знаем, и, в частности, два зульфакара хранятся в Дагестане, правда, они более поздние. Один в Национальном музее, а другой зульфакар в музее Кубачинского ювелирного кабинета. Кстати, о Кубачах. Вот, я вам не сказал, что персидское название Кубачи, известно еще с VI века, оно дано этому маленькому, но очень важному государственному образованию по производственному принципу. Нет, не уверен. Зерихгеран в переводе с персидского – это кольчугоделатели. Точно так же, как и Кубачи или Кюбечи – это калька с персидского, тоже обозначающая кольчугоделатели. Но они производили... То есть, с VII века? В VI веке упоминается. То есть, это уже, получается, оружейный центр, так или иначе. Да, и этот оружейный центр фактически дожил до наших дней. Да, то есть, получается, что... Мы прекрасно знаем и специализацию знаем. Простите. Рентгенки, значит, кто это делало в соседнее селение Амузги. Вот специализация была, которая подчеркивается даже с XII века. Шири, не мешай. Простите, пожалуйста, а вот мне просто... Я сразу такие вот вопросы задаю. По САУ – это какой век? Ну, вот европейские... То есть, те европейские оружейные центры, которые мы знаем. Вот Заринген и там дальше... Да. То есть, они же позже? Ну, конечно, это более поздние центры. Но если так восходить, это уходит в древние эпохи и уходит в эпоху викингов, знаменитые мечи викингов. Ну, мы не знаем этих центров. Самих центров производства мы не знаем. Я вот хочу понять. Вот, позднее так называемые венгерские сабли или мадьярские сабли. Ну, да, трансфильванские вилами. Но это тоже очень условное название, и мы не знаем. Я про другое. Я про другое. Просто это получается, что у нас есть центр, я сейчас только об этом услышал, я об этом не знал, который существует 1500 лет. Оружейный центр, существующий полторы тысячи лет. Да. На территории земного шара есть такая точка. Это кубачи. Да, да, безусловно. И само название по производственному принципу, как я сказал. Я просто не знаю. Надо, конечно, спросить у Димы Милосердова по поводу Индии, есть ли там такие производственные центры. В Китае, мне кажется, таких нет. В Японии точно нет. Там вообще центров как таковых нет. Остается только Европа посмотреть. Да, было бы интересно. Да, получается, что кубачи – это самый древний оружейный центр земли. Да, хоть название у них кольчугоделатели, но они специализировались не только на производстве доспехов. Это тоже оружие? Конечно, безусловно. Защитное вооружение называется? Ну, они производили и сабли, и металлическую утварь, и так далее, и так далее. А это обнимающее, скажем так, название. Нет, это на самом деле очень интересно. Это, кстати, можно использовать даже в Дагестане. Вот в вашей, если это так, просто вот даже в туризме дагестанском об этом можно говорить. Безусловно, конечно. Я никогда не слышал, чтобы это кто-то произносил. Вот сейчас вот… Ну, специальная литература, посвященная кубачи, на этом акцентируется внимание. И, в частности, у нас есть известный исследователь, искусствовед и археолог, работает в нашем отделе археологии, специалист по кубачи, кубачинскому искусству, и по кубачинскому ремеслу, доктор искусствоведения Миссельхан Мамаевич Мамаев. Вот. Кубачинские изделия и кубачинскую историю хорошо знал и ныне покойный Иванов из государственного Эрмитажа, возглавлявший отдел Востока. То есть в определенном кругу это известно. Акцентируется внимание на известиях испанского араба Алгарнати, который был здесь в Дербенте в XII веке, и тоже как раз пишет о кубачи, о тех изделиях, которые… В XII век мы найдем европейские оружейные центры, которые с XII века существуют. Это мы найдем. Но с VI века, мне не кажется, мы не найдем такого в VI веке. И, кстати, о кубачах сообщают авторы IX, X, X, XI веков арабские, персидские авторы. Надо только посмотреть Иран. Вот Иран надо посмотреть, там может быть какой-то центр такой. Безусловно, в Иране, конечно, были центры. Но каким именно населенным пунктам они были привязаны, и какие есть документальные свидетельства, нарративных, письменных источников, археологические данные, мы об этом, я не могу сказать об этом. Но таковыми центрами, конечно, являлись так называемые кархане, мастерские, в том числе царские мастерские, придворные мастерские, наподобие как в позднем Иране, Сифивицком или Каджарском Иране. И таковыми центрами выступали, конечно, крупные города. Вот. А Зерегеран, Кубачи, это небольшое селение, у него был тогда целый ряд спутников небольших поселений, и сама территория независимая такая. Тут вот, прошу прощения, отвлеку, если мы об этом говорим, если мы говорим о том, что VI век, это вообще очень круто, получается, если на территории какого-то государства существует подобного рода центр, то государство должно решить несколько вопросов. Первое, оно должно решить, чтобы в этом центре была приемственность. То есть они должны организовать так жителей этого города или центра, или пункта, чтобы ремесло передавалось из поколения в поколение, чтобы они оттуда не уходили, чтобы оно решало вопрос вооружения армии. То есть, соответственно, должны быть какие-то привилегии или еще что-то, налоговые привилегии, там сословные какие-то, выделение в какое-то определенное сословие. Вот такое вот должно быть, и оно должно быть законодательно. Первый момент, который должно ли государство решить, второй – это вопрос сырьевой базы оно должно решить. если оно, допустим, все забирает, и там вопрос торговли не стоит. Вот известно что-то подобное про Кубачеву? Ну, скажу так, в дореволюционный период, в царский период. Давайте мы в VI век пройдем. Для того времени неизвестно. Для того времени неизвестно. И, по всей видимости, работали ремесленники, и у них было разделение труда, конечно. Вот. По ретроспективной, используя этнографические данные, и более поздние данные мы можем, конечно, говорить. Во-первых, Кубачи – это зона без леса, а они работают с черным металлом, с цветным металлом и так далее. У них шла с ниже расположенными селениями торговля, которые поставляли им специальный древесный уголь. Они, в свою очередь, им в качестве бартера обмена давали необходимые в хозяйстве, в быту железные и прочие инструменты. Это известно и по этнографическим данным. Разделение труда – это тоже очень хорошо известно и описывается, начиная с XII века. Дети задействованы в производстве, женщины задействованы в производстве, мужчины задействованы в производстве, и практически у них даже не было развито земледелие. И это скотоводство, потому что они целиком заняты, были в этом реместреле, в высокоспециализированном ремесле. Кстати, о специализации ремесла мы можем говорить для этого времени, значит, X, XI, XII века и для Дербента, где уже существовали ремесленные корпорации во главе с главами корпораций, во главе с главой глав торгово-ремесленных корпораций. Цеховая структура, как в средние века в Европе, да? В Европе, да, да, да. Гильдии, цеха? Да, 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 безусловно, и они нам известны по письменным источникам. То есть, вообще, интересно, вот тогда у меня вопрос. Я-то думал, что это европейский феномен, вот цеховое гильдийное устройство города, то есть это городской феномен европейский. Получается, что город на востоке имел какую-то схожесть с городом на западе, европейским городом, правильно я понимаю? Ну, в определенной степени можно говорить о сходстве, но, конечно, восточный город – это восточный город, но структурно-топографически параллели есть. Это Кремль или цитадель, выражаясь по-европейски, по-арабски это Кала, по-персидски Кухендист, то есть место пребывания правителя. Это, собственно, город, по-арабски это Мадина, вот, по-персидски Шахристан. Это пригород, точно так же, как и на Древней Руси, в Европе, по-арабски это Рабат. Но, конечно, есть значительная специфика не только в облике, но и в функционировании. Но, коль мы затронули тему, есть такие типологические сходства, например, тот же Дербент, еще Владимир Федорович Минорский, выдающийся российский и английский, он эмигрировал, востоковед и арабист, профессор Кембриджа, он отмечал сходство политической структуры Новгорода Великого и Дербента. В Дербенте тоже фактическая народная власть. Концы. Фактическая власть в источниках, все идет от имени народ Албаба, то есть народ Дербента. Но народ Дербента, естественно... Новгород разделен на концы. Представляли определенные люди, и власть фактически принадлежала торгово-ремесленной знати, в руках которой была международная торговля, доходы и так далее. Ну, конечно, они платили религиозным определенным слоям. Мало того, они могли пригласить на княжение в Дербент того или иного правителя соседних княжеств, если тот или иной правитель им не понравился. А какая функция была у правителя? В русском государстве, это понятно, это дружина, это князь в Новгороде, это военный, как сказать... Предводитель, лидер и так далее. Да, военный и фрагмент, ну, не знаю, военных сил, вооруженных сил. Вот. В определенной степени, опираясь прежде всего на Дербентскую хронику Тари Халбаб, 11-12 век это, то есть 11-12 век здесь писались исторические хроники и религиозные сочинения, там, трактаты и прочее, они нам известны. В его функции входило управление городом в широком смысле этого слова. Вот князя, да? Вот, да, правителя города, он носил название Амир и Малик. На монетах зафиксировано имя Малик. Вот известный, ну, Чикан в Дербенте уже, по крайней мере, с начала 8 века. Вот. В то время от имени арабских халифов чиканили монету, а, значит, после распада арабского халифата и образования в 869 году здесь на облопках этой огромной империи от Индии до Испании здесь образовалось самостоятельное княжество, Дербентский Эмират. Вот, они тоже чиканили свою монету, и город имел огромнейшие доходы, широкие международные связи. Это крупнейший порт на Каспии. Я хотел как раз задать вопрос по поводу морской части Дербента. И так далее. Это функционирование и сухопутного прикаспийского пути, это функционирование Волжско-Каспийской трассы, Русь, Булгария, Нижняя Поволжье, Каспий и так далее. В определенный период хазары контролировали эту трассу. То есть очень много интересных событий, фактов периода этой истории. А из Варяг в Персии тут вот было? Безусловно. Первые походы русов по письменным источникам, они называются русы, но это не, собственно, русский. Вот, по крайней мере, в ранних источниках. Это могли быть и варяги, это и древнерусская служила знать, которые очень быстро консолидировались. И мы об этом можем говорить и по археологическим исследованиям. И когда арабовские авторы пишут, то у походов русов на Восточный Кавказ, на Каспий и в Южный, при Каспий, тот же термин «ар-рус» они употребляют, сообщая о походах тех же самых русов в Испанию и так далее. То есть викинги. Есть специальные статьи. Викинги, норманы, скажем так, более широко, и, очевидно, древнерусские какие-то дружины тоже. Ну, например, Одна из новгородских летписей по 1032 годам, она сообщает о походе дружины Улепа, ну, Улеп-Олаф. Фактически за железные врата, железные врата – это дербент, это калька с дюркского, демиркопы, вот, и опять их вернулось из Иды, ну, точно не повторю рукопись, и опять их из Иды мало. В общем, ну, нанесли им поражение. Под этим же годом, 1032 годом, только по хиджри, дербентская хроника Тариха Албаб тоже сообщает о походе, совместном походе русов, аланов и сариров на юг за дербент. Вот. Ранние походы, походы IX века, они затронули Борду, это южнее, южный при Каспии, о том, что затронули дербент, они не сообщают. Ну, во-первых, дербент и дербентский порт был хорошо укреплен. Специальный комендант порта, натянутая цепь, чтобы не могли подойти. Как по Статинополю? Да. Вот. Высокая защищенность. Но нельзя исключать, что здесь находились и купеческие русские фактории. То есть это тоже, это своего рода город-государство независимое, оно заключало договора. И вот факт из истории, опять-таки из этой хроники, приголошенный правитель дербента по имени Маймун из Табасарана, это вот к западу от дербента, горная зона, у него была личная гвардия гуламов, вот, наемников из русов. Они до этого пришли ему помогать на, по-моему, на 16 ладьях. И местные, скажем так, религиозные фундаменталисты предложили ему, чтобы или они приняли веру, или он их умертвил. Поставили его перед дилеммой. Он выбрал третий путь. Он ими так дорожил, что он оставил княжение в дербенте и вернулся к себе в горы в Табасаран, но вместе со своими гуламами. Это вот такой факт. И вот перекличка древнерусской летописи и дербентской летописи показывает вот об этих исторических контактах, связях. А есть какая-нибудь археология русская? Я не могу сказать, что это древнерусская археология нет, потому что это орудие получило достаточно широкое распространение. И распространенная находка в древнерусских городах – это кистень. Бронзовое навесие кистенья с пупырышками и с петлей полой внутри. Вот такая находка была сделана здесь. А вам в ваших широтах кистень не нужен? А я и не знаю, на Востоке, что употреблялся вот… А вы знаете, почему он употреблялся? Ну, это вот мое мнение. Потому что у нас не было ножевого боя в России. Потому что для того, чтобы ножевой бой, вот именно ножевой бой, нужно, чтобы человек не был в шубе. Его через шубу проткнуть ножом очень сложно. Поэтому, когда мы смотрим на северные народы, вот на финки и так далее, лапланцы, там же даже ведь не так убивали человека, там вот так вот убивали человека. То есть пробить нужно было шубу. Соответственно, ножевой бой, он не очень. Поэтому нам нужны предметы, которые зимой в состоянии человека вывести из строя. И это, конечно, кистень. Это самый простой вот боевых ножей русских, я просто не знаю. Госбытовские ножи русские, вот их полно. А вот такого, чтобы как кинжал, вот что-то вот такое. Ну, конечно, у нас там есть, вот, начиная вот с этого засапожного ножа, которого на самом деле, наверное, не было. Вот, это, наверное, неправильный перевод. Вот. И кончая теми ножами, которые в Кремле находятся, но они там 16 века с подписями. Ну, то есть что-то такое было, вот, но вот такого вот широкого повсеместного распространения, как, допустим, то же самое кавказский кинжал, но ничего нет. Средне клинкового русского вот такого просто нет. Сабли есть, мечи есть. Кстати, говоря вот о кинжалах, одна из норм обычного права народов Дагестана, или адаты, как мы их называем по-арабски, это в случае конфликта, ну, внутреннего, скажем так, конфликта запрещалось колоть кинжалами, только рубить. Да, да, да. Потому что давался шанс выжить, и лекари не могли лечить внутренние раны, так, как наружные рубящие, режущие раны они лечили. Ну, вы знаете, еще в 19 веке, насколько я знаю, медики любую колотую рану пытались сразу перевести врезанную. Им было проще с ней. Но, опять же, не медик. Есть люди, которые изучают медицину, причем исторически ее изучают. Они вот... Да, очень интересные. Поэтому я думаю, что все-таки кистень – это наше. Это не ваше. Но вполне возможно, и вот каким-то образом это известно. По письменным источникам документированы контакты. А вот археологически... То есть есть один пистень? Складины, крестики там... Есть такое? Монеты нет. На территории Дагестана нет, но на территории Северного Кавказа это известный, ну... Мутаракань – один из центров. Мутаракань, извините, это русская... Потом известны походы Святослава князя на Хазарию, Святослав – язычник. Ну, тем не менее, известны его походы на Хазарию, которым он и положил конец, и в том числе на Семендер, который прекратил существование после похода Святослава. Ладно, мы ушли, ну, просто интересно про русских поговорить. То есть мы сейчас проговорили арабское время, да? То есть арабское время – это седьмой век и далее... Это седьмой, восьмой и девятый век до распада обширного вот этого арабского халифата и образования на его осколках различных более мелких государственных образований. Но здесь на востоке – это Гербенский Эмират, южнее государство Ширваншахов и так далее. Множество таких государств. Вот это, наверное, уже... Переходим к самому интересному периоду, наверное, но оно, наверное, чуть попозже. Это когда все-таки это появляется такое местное что-то, да? Потому что сейчас, до этого периода, вот то, что мы смотрим на Дербент, это все-таки части каких-то больших империй. Население, которое тусуется с точки зрения центральной власти, там переселяются, заселяются. Строительства, которые идут не из логики развития города, а из логики там приграничной территории, которую нужно обустраивать. И, в общем, здесь как-то вот самостоятельности самого города, вот несмотря на то, что вы сказали, что это, грубо говоря, государство-город, но самостоятельность развития, она накладывается на большой какой-то и совершенно и на этничный, и вообще непонятно, где находящиеся там арабы, где они там, Иран, это где? Это вообще вот Дербент, а там он Иран. Вот там. И вот тут просто Кавказ воспринимается, наверное, как большое количество мелких народов. Вот что вот. Ну, политическая зона, безусловно, и особенно Дагестан. Да-да-да. Вот, его многокрасочная этническая картина. Да, и вот именно этим он на самом деле привлекательный, ну, по крайней мере, мне вот. И как раз, когда мы в более поздние периоды переходим, то там вот все моменты оружейной культуры, они как раз вот очень, это очень интересно, да, то есть и взаимное влияние вот этих мелких народов. И вот так вот. Ну, про арабов мы поговорили. Девятым веком мы пока сейчас заканчиваем. Давайте вот про остальное поговорим в следующей передаче. Спасибо. Пожалуйста. Дорогие зрители, мы расскажем о дальнейшей истории Дагестана. Ждите передачи. Ну, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова